Ну, ещё попутно небольшой хочу ролик снять. Я посадила, я как-то смотрю ролики, кто что рассаду садит, кто как, у кого сходит, не сходит. Вот у меня взошли баклажанчики. Ну, вот. 7 дней они у меня просидели. Вот. И вот такие взошли. Сейчас солнца маловато им, конечно, но всё равно ставлю. Набрала всяких цветов. Вот. Будем садить с подругой. Мы любим цветочки. Не так много у нас там овощей всего. У нас небольшой участок. Такой, не дача такая там раскакая, а просто садовый участок небольшой. Я потом... Будем садить, я буду всё показывать. Мне интересно, мне нравится. Если даже смотрят меня, спасибо вам большое, кто меня смотрит. Мне это как-то вот приятно. Вот. Мы дома тоже у нас был огородик, но я никогда не участвовала. Мама всегда сама. Маленький огородик был. Единственное, попросят морковку пополоть. Вот я полола морковку. Вот это вот я делала. А так, чтобы у нас... У нас же небольшие были огороды. А на поле садили картошку. Знаю, было поле с картошкой. У нас хоть и северный район, картошку только взойдёт, её мороз бах и убьёт. Это чёрная стоит. Потом она по новой отрастает. И картошка была не очень большая. Небольшая картошка, но своя. Вот. Но на картошку почему-то всегда мама старших брала. Володю и Нину. А я спала, я помню. Сплю, один глаз открою. Она, Володя и Нина, собираемся картошку обрабатывать там, полоть или огребать. А они, а Ольга? А Ольга пусть спит. Пусть дом караулит. Ну так она. У нас никогда дом не закрывался. У нас квартира на первом этаже, в деревянном доме. Мы просто замочек вешали, и всё. У нас он не закрывался. Так что это уже было просто как отговорка. Но интересно, у нас же... Мы на аэропорту жили. И у нас... Раньше назывались... Пассажиры были. Они по вербовке летели, допустим, завербуются. Ну сейчас контракт называется, наверное. Тогда вербовка называлась. И нас всё пугали. Вербованные, вербованные. У нас пересадка идет где-то. Наверное, закрывайте дверь, и вербованные могут ходить. Почему их пугали, видимо, такие... Ну, мужчины, наверное, летели. Мы сейчас как вот по вахте. Вербованные или контракт. Ну, вербованные. И они, наверное, летели на Якутск, на Алдан. А у нас пересадка у них. Они сидели, ждали самолёт и ходили иногда по квартирам. Спрашивали, кто молоко там, кто покушать. Вот, видимо, так вот. И нас пугали ими детей. Сидите, закрывайтесь на крючок, чтобы они вербованные не ходили. Ой, их сейчас много там сидят на вокзале. Закрывайтесь. И вот пусть сидит дома и караулит дома. Вот, ну, жалели меня. И я сама знаю, что я не была такая вот ленивая была. Я знаю, что вот так казалось. И спать любила. Вот я лето только вспоминаю. Я вот учебные, вот эти зимние, как-то у меня мало там что сохранилось. А вот только лето. Вот когда лето у меня много сохранилось. Вот. Я посплю до 11, поем, мама наготовит. Мы сами там командовали, что надо-надо покушать. И быстро на речку. Вот на речку мы побежали. Откроешь глаза напротив окно, а там птички. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик воробьи. Вот. И быстренько соберёшься, забежишь за подругой, с которой сейчас мы на дачу ходим. Представляете, мы с ней на речку бегали с одного дома. А теперь мы с ней на дачу вместе ездим. Вот такая вот судьба бывает. Вот. Вот хотела-хотела всё это вот рассказать, всё вот тут поделиться. Может, кому и не надо. Я не могу. Но извините, если я кому-то надоела. Если я неправильно что-то выражаюсь, вы мне пишите. Я не обижусь, я всё объясню. Я извинюсь, если я не так сказала. Ну, мы же ещё не такие вот. Сейчас молодёжь-то грамотная очень. Обороты речи, может, и такие у меня. Ну, я просто мысли хочу рассказать. Вот. Жили мы в небольшом посёлке. Он у нас организовался где-то с 30 какого-то года. Я сейчас точно не помню. Вот. Но у нас, я знаю, с 56-го года приблизительно была, ну, как сказать, история, что ли. Ну, фотографии кое-какие оттуда сохранились. 50 каких-то годов. Вот. И поэтому не всё могу, но могу показать. Вот некоторые скажут, как жили там, что-то там, даже света у некоторых не было. Я хочу показать. Вот у нас такой клуб был. 50-е годы. Вот такой клуб. Представляете? Я считаю для тех годов это неплохо. Вот такой клуб. И он у нас до 90-х, нет, обманываю, до 73-го года он и настоял. Потом он стал рушиться, его разрушили. Но всю юность я там протанцевала, кино просмотрела. Наверху библиотека была хорошая. Вот. Хороший клуб был, конечно. Ну, деревянные полы, но всё равно зал здоровый. По тем понятиям, как мы. Сейчас, если посмотришь, конечно. Вот. Но он разрушился. И школа у нас была двухэтажная. Я потом покажу, найду. Тоже было землетрясение в 2000-х годах. И она разрушилась. Стояла в 41-м. В общем, она где-то с 40-х годов стояла. И у нас очень хороший там директор был. Магнитский Николай Константинович. Царство Небесное. Вот. Мама у него училась. И мы у него все проучились. У нас была классный руководитель Александра Петровна Фролова. Она и сейчас жива, ждёт Благовещенский. Мы в одноклассниках с ней иногда общаемся через дочку. Ей уже вот 80 лет. Но она подвижная. Она ходит, ездит к дочерям в города. Вот. Тоже я хороша. Она английский преподавала. Тоже хорошо помню, как в магазин на английском играли. Она заинтересовала английским. Пока я, конечно, уже повзрослее не стала. А так вот. Ну, ладно. Хватит. До свидания. Спасибо за внимание. Спасибо, что нас, старичков, слушаете. Ну, если кто слушает. Ну, ещё когда-нибудь сниму, конечно. Мне нравится. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok